Вихревые насосы очень часто называют центробежными, но, несмотря на некоторое сходство, это совершенно разные насосы, как по устройству, так и по принципу действия. Для того, чтобы понять, как работает вихревой насос, рассмотрим его конструкцию. В корпусе выполнены отверстия для подвода и отвода жидкости и концентрический канал, перекрывающийся перемычкой, не допускающий перетекания жидкости из напорной линии во всасывающую. Рабочее колесо с радиальными лопатками закрепляется на валу и устанавливается в корпус с минимальными зазорами. Вал с рабочим колесом приводит во вращение электродвигатель. Для увеличения подачи лопатки могут располагаться на передней и задней поверхности колеса. Соответственно, и концентрический канал в этом случае выполняется не только в корпусе, но и в задней крышке. По способу подвода жидкости различают закрыто и открыто вихревые насосы. В закрыто вихревых жидкость из всасывающего патрубка подводится непосредственно в концентрический канал. В открыто вихревых насосах в концентрический канал жидкость может попасть только пройдя через лопатки рабочего колеса. Жидкость через всасывающий патрубок подводится к лопаткам, расположенным на рабочем колесе. При вращении колеса лопатки воздействуют на частицы жидкости, разгоняя их. Движение частиц можно условно разделить на две составляющие. Первая – это окружная, сонаправленная с направлением вращения колеса. Вторая – радиальная, направленная от центра к периметру. Жидкость в канале движется гораздо медленнее, при этом она интенсивно смешивается. Разогнанные частицы попадают в канал, а жидкость из канала наоборот попадает на лопатки колеса. Перемешивание частиц, с одной стороны, обеспечивает многократную передачу энергии от лопаток к жидкости и движение потока в направлении от канала всасывания к каналу нагнетания. С другой – вызывает интенсивное вихреобразование и как следствие большие гидравлические потери энергии. Благодаря многократному воздействию лопаток на жидкость, вихревые насосы способны развить высокий напор, но при увеличении подачи потери энергии значительно возрастают. Поэтому для получения большой подачи лучше использовать центробежные насосы, а для получения высокого напора – вихревые. Самовсасывание – это способность насоса самостоятельно удалить воздух из всасывающего трубопровода, обеспечив его заполнение жидкостью. Мы рассказывали в одном из наших видео, почему центробежный насос не может выкачать воздух из всасывающего патрубка. А многие открыто-вихревые насосы способны обеспечить самовсасывание. Для этого нужна особая конструкция и небольшое количество жидкости, оставшиеся в корпусе после предыдущего запуска. Для обеспечения самовсасывания подводящие и отводящие отверстия должны быть расположены на меньшем радиусе, чем концентрический канал. При включении насоса оставшаяся жидкость под действием лопаток рабочего колеса перемещается от центра к периферии, попадая в концентрический канал. Освободившееся место заполняется воздухом из всасывающего патрубка. При достижении перемычки объем жидкости из канала вынужден переместиться обратно, в пространство между лопатками, вытесняя воздух в напорный канал. Получается, что жидкость, перемещаясь сначала из колеса в канал, а затем из канала в колесо, выполняет роль жидкого вытеснителя. Вихревые насосы способны развить напор до 250 метров и подачу порядка 10 литров в секунду. Из-за невысокого КПД максимальная мощность выпускаемых насосов составляет 20-25 кВт. Дальнейшее увеличение мощности нецелесообразно из-за больших потерь энергии. Вихревые насосы нельзя использовать для перекачивания жидкости содержащих абразивные частицы из-за малых торцевых зазоров. Вихревые насосы подходят для подачи воды в системах водоснабжения, отопления, полива. Большинство вихревых насосов самовсасывающие и способны работать на газожидкостных смесях, поэтому их используют для перекачивания летучих жидкостей, например, бензина или керосина на заправочных станциях. Для получения нужных характеристик, например, для улучшения кавитационных качеств, перед вихревым может располагаться центробежное рабочее колесо. Такой насос называют центробежно-вихревым. Благодарим за внимание и приглашаем вас присоединиться к нашему каналу на Яндекс.Дзен, где публикуются видео статьи иллюстрации, и вступить в группу ВКонтакте, чтобы всегда знать о выходе новых видео. Ссылки в описании под видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова